Всем здравствуйте! Певицу Валерию можно назвать одной из самых счастливых представительниц отечественного шоу-бизнеса. Она все еще востребована как артистка и на личную жизнь ей жаловаться не приходится. Минувшей зимой Валерия стала бабушкой и сейчас при каждой возможности проводит время с внучкой Селин. Однако так было не всегда. В браке с Александром Шульгиным Валерии часто приходилось плакать. Артистка старалась скрывать проблемы в личной жизни, выходя к публике с вечной улыбкой на лице. И только спустя время звезда рассказала о том кошмаре, который она переживала из-за выходок Шульгина. Валерия не смогла вовремя распознать в мужа плохого человека. По мнению психолога Любови Розенберг, Александр успешно скрывался под маской заботливого мужчины. Тем самым он усыпил бдительность супруги, впоследствии превратив ее жизнь в ад. Для Валерии отношения могли быть родовым сценарием. Поэтому она так и промучилась долго с Шульгиным. То есть образ семьи у нее в детстве сложился именно такой. Именно такие девочки чаще всего и находят себе абьюзеров. Девочка, выискивая папу в мужа, всегда цепляется за более сильного и более жесткого представителя мужского пола, заметила Розенберг. Разумеется, в итоге она сбежала от Шульгина. На сегодняшний день Валерия вот уже 17 лет счастлива с Иосифом Пригожиным. Продюсер не только стал тем самым заботливым мужчиной, которого она искала, но и принял ее детей как своих. И сейчас эту чету считают одной из самых крепких среди прочих пар шоу-бизнеса. Трудно представить, что когда-нибудь Валерия и Пригожин подадут на развод. По мнению Розенберг, певица держится за Пригожина отчасти еще и из-за прошлых отношений с Шульгиным. Звезда может воспринимать своего нынешнего мужа как спасательный круг, с которым ей нечего бояться. Если в браке с Александром Валерия постоянно страдала из-за сцен ревности, то Пригожин свою звездную жену просто боготворит. Они взаимозависимы. Если взять историю Валерии как некое посттравматическое, ей важно было найти ту опору, ту близость, которую она нашла в Иосифе. А Иосиф, он такой настоящий еврейский муж, оберегающий, обволакивающий. Ему нетрудно быть с женой. Он посадил Ио на пьедестал, сделал из нее яркую звезду и никому не дает до нее прикоснуться. Это и есть сама забота, которая не переросла в жесточайший контроль и абьюз, рассказала Любовь Розенберг. А у нас на этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на канал. Всем пока, пока.